Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком», 16-й том, вопрос 3053. Тема «Государство правителей». Губернатор собирал религиозных деятелей в феврале, кажется. И какие последствия этого? Есть ли какая польза ходить на эти приглашения? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Пришлось отсидеть, и мне там два часа, о чем жалею очень. Зря потраченное время не вернешь. Но я не просто сидел, а усиленно молился за происходящее, чтобы было по воле Божией мое пребывание там. Но 22.03.06 позвонил мне отец Александр Войтович, благочинный Барнаульского округа. Телефон 40-28-81. А зачем через полчаса приехали они с отцом Михаилом Погиблого, благочинным Новоалтайского округа? Телефон 2-22-68. Привезли проект обращения к главе администрации края, Карлину А.Б., постараюсь чуточку прокомментировать его. Тексты, комментарии даются курсивом. Кавычки открыты. Уважаемый Александр Богданович, 27 февраля 2006 года в администрации Алтайского края по вашей инициативе состоялась ваша встреча с руководителями религиозных объединений Алтайского края. На этой встрече всем руководителям религиозных организаций был роздан проект положения о совете по взаимодействию с религиозными объединениями при главе администрации Алтайского края. Этот совет согласно проекту положения должен стать консультативным органом, осуществляющим консультативную помощь в предварительном рассмотрении администрации края вопросов и подготовки предложений для главы администрации Алтайского края, касающихся взаимодействия главы администрации Алтайского края с религиозными объединениями. Большинство новых религиозных объединений представленных на встрече с вами с точки зрения вероучения православной церкви и других традиционных религий нашей Родины являются деструктивными культами и тоталитарными сектами. Почти все эти религиозные объединения появились в нашем регионе не более 15 лет назад. Свою религиозную деятельность первоначально они прятали, прикрываясь различными гуманитарными фондами и благотворительными организациями. Это же делали всегда все христиане и тем более монахи. Макарий Алтайский тем привлекал обездольных алтайцев. Российская народная ниша была занята приезжими, потому что ее, то есть помощь материальную, не творили батюшки и сами православные. Сектанты в абсолютном большинстве трудятся не в храмах, а в миру. Они сеют ложь и ересь не на засеянном, не на канонической территории Духа Святого, а на заброшенном пустыре, где царство дьявол. Сколько закрылось? Комментарий. В большинстве европейских стран, имеющих устоявшиеся традиции, демократии, развитые общественные институты, Данные деструктивные культы являются малочисленными маргинальными группами, опасность пребывания в которых всячески разъясняется гражданам. В вашем же регионе, по непонятным причинам для своих миссионерских и рекламных целей, новые религиозные организации получали центральные дворцы культуры, стадионы, бассейны и даже школы и высшие учебные заведения. Скобка открыта, курсивом. Причины даже очень понятны. Есть два пути, как добиться, чтобы люди не уходили в сектантство массово, хотя уходить всегда будут. Первый. Старообрядческий. Объявить Библию вне закона. И когда сектанты указывают на Библию, а эти бегут от них. Второй путь. Когда Библию издают, считают ее нужной книгой, святой, но авторитетом она не пользуется, ее не изучают. Вот тут дело совсем плохо для патриарши. Ибо тогда на всем хлипком фундаменте полуверы сектанты очень быстро выстраивают свое сооружение, образование. Установив авторитет Библии, теперь дают возможность человеку понимать ее только в их интерпретации, при ногах их толкователей. И причина, которая кажется составителем обращений непонятной, она непонятна только уж совсем слепым и глупым. Причина в том, что батюшки проспали пасту и теперь бьют в пустоту. Их уже никто не слушает. Надо было им учить пасту знанию Библии. Вот как о том говорит вышинский епископ. «Горе вам, что затворяйте Царство Небесное Человеком» Матфея 23, глава 13 стих. Это сказано архиереям, которые сами не учат народ спасительным пути, и священников не заставляют это делать. Сказано священникам, которые оставляют народ в небрежении, не заботясь объяснить им, что нужно для спасения души. От этого народ пребывает в слепоте. Одна часть остается в уверенности, что идет правильно. А другая, хотя и замечает, что у нее не так, идет дело. Но не идет, куда следует, потому что не знает, как и куда идти. От этого разные нелепые понятия в народе. От этого легко находят доступ к нему и всякое злое учение. Священник обычно думает, что у него в приходе все исправно. И хватается за дело только тогда, когда это зло разрастается и выходит наружу. Но тогда уже ничего не поделаешь. Священник первым делом своей совести должен считать совершенствовать взрослых в познаниях христианской веры, а юное поколение, готовя их с первых сознательных лет, объясняя им то, что им нужно и можно знать, когда и как будет удобнее. На этих собраниях непременно частью богослужения является убеждение пришедших на эти шоу в том, что нынешние экономические и социальные трудности – это результат того, что нас народ хранит верность своих национальным святыням. Скобка открыта. «Никакой верности ничему нет в народе, тем более святыням. Все от того, что попы не учат народ. Потому и революция была, что монахи скрылись за стенки и высасывали самые ценные из народа, истинно желавшие их спастись. И там гибло живое и годное к воскресению». Иезеки 34 глава с 8 по 11 стих. «Живу я, – говорит Господь Бог, – за то, что овцы мои оставлены были на расхищение, и без пастыря сделали с овцами пищу всякого зверя полевого, и пастыри мои не искали овец моих, и пасли пастыри самих себя, а овец моих не пасли. Зато, пастыри, выслушайте слово Господне, – так говорит Господь Бог. «Вот я на пастыре, и взыщу овец моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя, и из сторону овец моих исчерести их, и не будут они пищу их. Ибо так говорит Господь Бог. Вот я сам отыщу овец моих и осмотрю их». Око закрыто. «Как и в других странах и регионах, деструктивная деятельность тоталитарных сект в Алтайском крае незамедлило сказаться в том, что наши сограждане стали терять в этих религиозных объединениях свое имущество и здоровье». Скобка открыта. «Если сектанты будут обвинены конкретно по фамилиям, то они выиграют все процессы. Подобное обвинение может и не голословно, но требует абсолютно точного доказательства. Имущество лучше всего отнимали монастыри, когда туда человек попадал. Даже сегодня у пришедших туда их квартиры переходят на монастырский баланс. Здоровье сектантов нисколько не хуже здоровья православных. Учитывая, что они не пьют водку и не курят, как многие православные, то все как раз наоборот в этом обвинении может статься. «Если яговисты не допускают переливания крови, то по этой причине известны едва ли 10 случаев смертельного исхода, да и то неподтвержденные, ввиду неизвестности того, что последовало бы после переливания крови этим пациентам. А вот от переливания крови, зараженной вирусами СПИДа, умерли уже сотни, если не тысячи людей». Так что и тут православные до прояснения лучше будет промолчать. Скобка закрыта. Однако в случае попытки обманутых обратить внимание властей на подобную разрушительную деятельность, потерпевшие получали ответ, что это не секта, а зарегистрированное религиозное объединение, и что они туда пошли по своей воле, а взрослый человек сам должен нести ответственность за свои поступки и тому подобное. Первоначально местные СМИ объективно освещали эту негативную деятельность, но затем, пользуясь своими солидными материальными ресурсами, попустительством и некомпетентностью государственных служащих, деструктивные культуры стали угрожать судебным преследованием честным журналистам. И в настоящее время местные СМИ вообще боятся освещать деятельность данных объединений. Хочется отметить и то, что положительная и социальная деятельность новых религиозных объединений ничем не доказана. Во все времена любой прозелитизм прикрывается социальным служением. В связи с вышесказанным представители традиционных для нашей Родины религий выражают свою крайнюю озабоченность тем, что деятельность Совета в нашем регионе может стать инструментом дальнейшей легализации и расширения пагубной деятельности тоталитарных сект. Скобка открыта. Крайнюю озабоченность нужно было показать хотя бы лет на тысячу назад и особенно лет пятнадцатого назад. Озабоченность нет наплыва сектантов, а от собственной бездеятельности. За глухую ночь невежества в пастве своей. Никакой большой легализации уже быть и не может. Пустое беспокойство. А предполагать, что может стать, в разговоре с сектантами перед властями есть самый натуральный донос, основанный на снах и страхе перед ними. Скобка закрыта. Известно, что назойливость и бесцеремонность сект по большой части порождает ропот и недовольство у наших сограждан. Видимость же религиозного благополучия и мира в нашем регионе поддерживается лишь ограничением свободы слова местных СМИ и непонятной для нас лояльностью к подобным проявлениям некоторых государственных служащих. Скобка открыта. Смешная забава о неизвестных конкретно гражданах, о том, что у них будет ропот и недовольство. Но на кого? Может быть, более всего на попов, которые скрыли такое сокровище от них. А вот заезжие сектанты и эритики открыли им Библию. Недовольство особенно у тех, кто не знает авторитета Библии и Христа. И всякое напоминание об изучении Библии встречает яростью. У нас есть батюшка. Идите вы отсюда. Скобка закрыта. В то же время нам известно, что и в других регионах России созданы подобные советы по взаимодействию с религиозными объединениями. И на наш взгляд, там они играют положительную роль. В ряде регионов этими советами были скоординированы усилия традиционных для России религий, направленные на действительно созидательную, социальную и благотворительную деятельность. Поэтому верующие традиционных религий готовы поддержать деятельность Совета в том случае, если и в нашем регионе Совет будет осуществлять подобную важную для государства и общества деятельность. Скобка открыта. Комментарий. Самое правильное было бы патриархийным отказаться участвовать в этой губернаторской игре с сектантами, а без традиционно невешенственных в знании Писания, необразованных в знании православного толкования Библии, на территории Алтайского края Совет этот не будет жить и дня. Не потому ли так заботятся патриархийные советы, что он им ох как нужен, в первую очередь как орудие подавления других, всех прочих, кто не поднимет. Если же к губернатору попадет протест православных и иных традиционных мертвецов в ультимативной форме, то господин губернатор имеет же консультантов, и они ему подсказывают, что совет этот и не нужен. И чтобы не бытьи этого совета было уже не по инициативе епископа, и же с ним, губернатор просто закроет эту идею в совете, и его не будет, что более всего уже и видится. Сколько закрыто? Комментарий закрыт. Закончим. В то же время у нас имеется озабоченность и вопросы по следующим пунктам. Проекта положения. 1.2. В своей деятельности совет руководствуется общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации. Конечно, данные слова можно отнести к обычной юридической формулировке, если не помнить, что в международных организациях русскую православную церковь, ислам и другие традиционные религии неизменно обвиняют в гомофобии, в человеком ненавичничестве и других мнимых грехах против толерантности. На самом же деле, эти обвинения подтверждают неизменность вероучения наших религий и высоту их нравственных представлений о подлинном достоинстве человеческой личности. Скобка открыта. Комментарий. За указанными религиями слишком много трупов и наковерующих, так что христианство перед исламом никак не выигрывает жертвами. Скобка закрыта. Третье. Основными функциями Совета является содействие, укрепление общества в согласии, общественного согласия, достижение взаимопонимания, терпимости и взаимного уважения в вопросах свободы совести и свободы вероисповедания Алтайского края с религиозными объединениями. Практическое выполнение настоящего пункта может быть сведено к ограничению реальной и трезвой оценки представительным государственным властям и деятельности деструктивных культов и тоталитарных сект дальнейшей легализации их деятельности. Разве может власть терпимо наблюдать за тем, как в сектах осуществляется психологическое насилие и разрушается здоровье наших граждан, совершается имущественный обман? Скобка открыта. Комментарий. О Христе нет нигде ни слова в этом проекте. О благовестии всем о Христе, о рождении свыше нет нигде ни словечка. Об исследовании Писания нет и намека. Ислам, буддизм, иудаизм и прочие традиционные религии нуждаются в просвещении своих приверженцев светом Евангелия. К ним и нужно обращаться, как к врагам Христа, к тем, кто воюет против проповеди Евангелия, а не искать в них соратников против кого-то. Известно, что данные о религиозной ситуации в регионе могут представлять стратегическую ценность для иностранных разведывательных организаций. Известно также, что деятельность некоторых религиозных обвинений курируется соответствующими иностранными государственными органами России, могут быть использованы нашими недоброжелательными в целях разрушения религиозного мира. Скобка открыта. Комментарии. Сталинская статья 58, пункт 1. Эти грабли давно уже сломаны, а за них берутся теперь те, кого гребли они. Как говорит Солженицын, такую гнило-соломенную Русь, что видит сегодня, даже Чингисхан не стал бы завоевывать. Скобка закрыта. Комментарий закончен. Хочется отметить, что в других областях и краях Российской Федерации, в том числе и Республики Алтай, членами подобного совета являются лишь представители традиционных религий. Скобка открыта. Комментарий. Губернатор-юрист никогда не должен пойти на нарушение Конституции Российской Федерации. Но столь велика ностальгия о монарших милостях, что вопреки логике и здравого смысла вылезли с этим предложением себе на позор и на поражение. Пункт 9. Отсутствует и дух уважения к традиционным религиям, с которыми соотносит свою духовность и культуру большинства российского народа. Скобка открытая. Комментарий. Полная слепота и помрачение. Страшное состояние патриархии в ее нераскаяности, что свою паству довели до абсолютного омертвения и обмерщения. Они вообще не осознают свою неисчерпаемую вину за гибель нации, за разрушение истинного христианства, а толку это о культуре, о корнях и традициях. Когда было такое, чтобы русская женщина ходила в брюках. Попробуйте, попы, оденьте всех снова в юбки. А тех, кто переодевался в мужскую одежду, то их, как мерзалок, не допускать в храм хотя бы до трех лет. Второзаконие 22.5. На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзает перед Господом Богом твоим всякие делающие сие. Скобка закрыта. Комментарий закончен. В российском государстве на протяжении долгих лет в истории существовали традиционные религии, такие как православие и ислам, старобрядческие общины, иудаизм, буддизм, армянская апостольская церковь. Каждая из этих религий внесла немало доброго, особенно в сфере национальной культуры. Многие из этого в наши дни являются уже общим достоянием всего российского народа. Из представителей этих религий государственная власть в первую очередь могла бы вести диалог, не нарушая государственных законов и уважительно относясь к большинству нашего населения. Никто не мешает и не требует ограничения исполнения религиозных обрядов представителями новых религиозных объединений, но ставить эти религиозные общины в особые привилегированные условия, которые не имеют и представители традиционных конфессий, нелогично и несправедливо. Уважаемый Александр Богданович, искренне просим вас не считать выраженные нами пожелания проявлением косности и ложных страхов. Ведь практически весь прошлый век политика разрушения и давления на традиционные конфессии осуществлялась именно через институт советов по делам религии и так называемых уполномоченных. И в нашей епархии старшее поколение верующих очень хорошо помнит эти времена, тем более обоснованы эти опасения в наше время глобализации, время бесконтрольного распространения новых религиозных течений, щедро финансируемых из-за рубежа. По нашему мнению, перед традиционными религиями вновь стоит опасность ограничения их свободы, но уже не государственным атеизмом, а сетью транснациональных деструктивных сект и культов. Кавычки закрыты. Псалом 52.6 Таму боятся не страха, где нет страха, ибо рассыплю Бог кости ополчающихся против тебя. Ты постыдишь их, потому что Бог отверг их. Готовы быть в совете даже с исламом, как будто там помощь православная. 4 царств 18.21 Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость наглобленную, которую, если кто оперет, опрется на нее, войдет ему в руку и проколит ее. Таков фараон царь египетский для всех упывающих на него. Мое предложение по этому воззванию губернатору найти автора и наказать его как провокатора, потом собрать и по архиальному собранию собраться и вынести решение, чтобы все учили людей точно по Евангелию. Конечно, программа долгосрочная и многое уже упущено, но тогда будет хотя бы признак надежды на изменение ситуации в отношении спасения, которая сегодня весьма зыбка и не основана на Библии у православных. «Если бы пригласили меня на епархиальное собрание, то выступил бы с программной речью, а тут и статья подоспела в газете, честное слово, номер 13, 479, за 29 марта 06 года, страница 5, кавычки открыты. Епископ призвал к неравенству. На минувшей неделе епископ Максим, выступая на собрании епархии, сделал несколько резких заявлений в адрес светской власти региона. Власть отреагировала на них спокойно. Прежде всего, епископ раскритиковал равный принцип представительства конфессии в Совете при губернаторе. Лампада номер 4, Марка, 10 глава, 32 по 45 стих. Желание сесть поближе к учителю закончилось провалом. Писатели-поэты, вам нечего сказать, иди-ка вычурным, шокируйте слогом. Слова коверкаки, душеньки подстать, душеньки подстать, все окончания слов на месте лобном. Зачем давиться, утруждая мост, рифмуя пустоту, спрягая против правил. Смиритесь, дверь закрыт, и погрузитесь в пост. Вы не молились, и сатана ограбил. Не обокрал не только Еву всех, он обокрал не только Еву всех, кто не смирился перед Иеговой. Нам речь дана не для чужих потех, но восхвалить Творца, а не иного. Я не поэт, стократно повторяю, но хочется доступнее сделать мысли, спрямить дорогу в направлении краю и обнаружить кривду коромысла. Десятки книг, десятки книг, маститых мастаков, им лес иничтожают на бумагу, но не восхвалят Бога, и лист, и лист ком, скупятся неправославные скряги, непрославленные скряги, скупятся непрославленные скряги. Потомки с пользой читать не будут, бред авторов, кто не рождены, кто не рождены свыше. Путь к истине по Библии не труден, дух Божий, словно ветер, всюду дышит. Мы пишем, сочиняем и рифмуем, с великой пользой только лишь тогда во свете Библии обрежем мысль плохую и будем за небесное страдать. Пусть только строчка, лишь всего одна, напишется с Евангелием сходно. В таком колодце не достанешь дна, к нему потянутся, как в пристани посходня. Не устоят, не устоят в судах и пересудах, кто любит сборище, конгрессы без Христа. Без Библии талант развился очень худо. В псалме начальном об этом неспроста. 19.03.06. Игла. Игнатий Кладкин.